У нас тоже есть маленькая новость, поскольку Лена сказала перед тем, как мы показали вам наше интервью с Владимиром Познером, что это лишь фрагмент, это действительно так. Полное интервью можно увидеть уже сейчас на сайте ЭТВ+, tvplus.err.ee, а также специальный показ в понедельник, сразу же после новостей актуальной камеры, будет показана полная версия нашего интервью. Ну а завтра в 14 часов в Центре русской культуры состоится концерт, который посвящен 20-летию творческой студии «Джой». Сегодня в нашу утреннюю студию мы пригласили руководителя студии «Джой» Марину Еремину, доброе утро, и победителя многих международных танцевальных конкурсов Александра Макарова, доброе утро. Здравствуйте. Марина, расскажите о деятельности студии, где она находится, на кого рассчитана, каким творчеством занимаются ее воспитанники. Вы знаете, наверное, за 20 лет я могу сказать, что наша студия – это действительно огромная планета, у которой есть свои орбиты, свои спутники. Поэтому начинали бомбозироваться 20 лет назад в городе Валга, на юге Эстонии, в прекрасном маленьком зеленом городе. А сейчас, вот с этого года, после 20 лет, как-то орбиты у нас расширяются, спутников становится больше. И очень долгие годы мне говорили, почему студии «Джой» нет в городе Таллине. Вот с этого года мы так решили, и теперь мы уже в Таллине. Валга переехала в Таллине? Не переехала. Я бы сказала даже так, пока мы делаем здесь филиал, поэтому база у нас остается в городе Валга, а вот филиал будем развивать в городе Таллине. Это значит, что вы живете теперь на два города? Ну, я уже давно как бы живу на два города, потому что здесь мы выступаем очень часто и с концертами. Я занимаюсь общественной деятельностью, потому что много всяких совещаний, конференций или выступлений, или сами организовываем здесь свои мероприятия. Я являюсь режиссером нескольких больших таких проектов. Поэтому я сюда приезжаю довольно часто в Таллин. И тем более теперь уже у меня живут, есть семья, сын, у которого своя семья. То есть мы расширяем не просто как студия, но и семейные, все традиции мы расширяем уже у нас. Можно ли сказать, что у вас активная культурная жизнь? Можно ли сказать, что это также является одной из студий «Джои», является одним из главных двигателей русской культуры в Южной Эстонии, как раз в Валге? Вы знаете, я бы даже сказала, не столько русской культуры. Русской культуры это понятно, потому что изначально 20 лет назад к нам ребята приходили в основном русскоязычные. И у нас был единственный Калев Егова, это единственный эстонский парень, который не побоялся 20 лет назад к нам прийти. Мы его оберегали, хранили как скульптуру. Сейчас это уже многонациональная студия и очень много, даже приоритет у нас больше эстонских детей сейчас работает. Поэтому мы не просто ставим акцент на изучении вообще культуры других народов. Если ты знаешь свою культуру, ты будешь уважать культуру других народов. Поэтому мы не только свои традиции бережем, но и знакомим других с эстонской, латышской, украинской, белорусскими традициями. Так что мы многонациональны. Александр, сколько лет вы занимались в студии «Джой»? Это было около пяти лет. Около пяти лет. Что дали эти пять лет лично вам? Я попробовал постоять на сцене. Это, конечно же, страшно. Тебя сжимает внутри, ты волнуешься. Плюс я познакомился с другими ребятами из других городов. У меня появилось больше интересов в сфере творчества. Вот это, наверное, основные такие вещи. Какие танцевальные жанры вы успели уже попробовать? И что выбрали для себя? Я успел попробовать брейк-данс, хип-хоп, э-локинг, поппинг. Интересные какие термины. Расскажите нам об этом подробнее. Все это преподается в студии «Джой»? Нет, в студии «Джой» я пробовал более такие шоу-танцы. Там смесь стилей была. А сейчас больше пробую хип-хоп и поппинг. Это мои два основных стиля. Рассказать тяжело на словах. Мы надеемся, что мы скоро увидим вместе с нашими телезрителями вас на сцене. Но я хотела Марину спросить. Те филиалы, которые вы открываете, ваши воспитанники теперь ведут тренировки и занятия? Да. Это тоже наша уникальность, я считаю, нашей студии, что мы сами воспитываем своих педагогов. Да. Потому что у нас действительно свой почерк. И кто приезжает, и знаете, мне очень нравится, когда приезжают, когда мы организовываем любые концерты, весенние, зимние или какие-то мероприятия, то часто наши уже ребята или же знакомые привозят, дарят билеты и приезжают из Сталина, из Риги, из Вильнюса, например, да, к ним друзья. Или же вот приезжали тоже из Риги работники, которые работают в театре. И после концерта они приезжают сюда, ну, провинция, маленький город, да. Но после концерта выходя, всегда говорят, да, мы такого не ожидали, да, такой уровень. И вот это для меня очень важно. То есть, когда мы делаем концерты, это... Я всегда говорю, не важно, где ты живешь, главное, как ты живешь и с кем ты работаешь. Александр, совсем недавно вы побеждали на конкурсах в Белоруссии и Латвии, где высоко оценили ваше исполнение как раз хип-хоп танцев, которые вам нравятся. Другие ваши коллеги по студии также добиваются высот в танцевальном мире или нет? Да, в нашей студии еще работает такой парень, как Марек. Он уже долгие годы лучший в Прибалтике, танцор по брейк-дансу. Также в нашей студии преподает Алиса Цицеронова, которая, наверное, лучший, один из лучших хореографов по хип-хопу в Прибалтике. Даже больше, я бы сказал, наверное, в Скандинавии тоже. Я уже начинаю приглашать чуть ли не в Америку. Ну что ж, Александр, можно попросить вас, наверное, сейчас пройти на нашу сцену и показать, что вы умеете. Я хочу спросить Марины тогда, какой подарок на 20-летие был бы самым лучшим? Вы знаете, я мечтаю и вообще хочу и всех жду наших выпускников. Потому что мы все время держим связь со всеми выпускниками. Я хочу сказать гордость нашего выпуска. Это Руслан, например, Степанов. Руслан Степанов, он долгое время работал даже как лавастая постановщик сцена в Анамойной театре. Сейчас он один из лучших танцоров и работает в Европе, в больших европейских проектах. Например, Игорь Лидер, который был двоечником, который был хулиганом, который... Мы бегали за ним, когда снимала телевидение, и мы его искали. Он где-то в начале в песочнице, потом в компьютере. Сейчас он открыл свой филиал, вернее, свою танцевальную школу в Москве. Она является одной из лучших школ по танцевальным жанрам, и их приглашают в Европу. Так что певцы у меня в этом году будут выступать, кстати, на концерте, который будет в 18.00. 14.00 в 18.00 в Центре русской культуры. Две девушки, которые прошли отборочный тур полуфинала на Евровидение в Латвии. То есть я хочу сказать, что мы выступаем на высоком уровне. Спасибо большое Марине Ереминой. Мы поздравляем ее с 20-летием замечательного творческого коллектива «Джои». Мы благодарим также Александра Макарова, который уже сейчас находится на сцене и готов продемонстрировать свое мастерство. И мы продолжим наш эфир не только танцами, но и затем музыкой. «Джои» 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 Ну что ж, как мы обещали, прямо сейчас в нашем эфире та музыкальная пауза, о которой мы говорили. «Джои»